Добрый вечер! Основные события дня в материалах наших корреспондентов. В студии Анна Ларченко. Беженцы из Украины, пребывающие в Ростовскую область, смогут рассчитывать на получение жилья, социальной поддержки и на трудоустройство. Распоряжение подписал Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном сайте правительства. Речь идет о госпрограмме Донского региона «Оказание содействия добровольному переселению в Ростовскую область соотечественников, проживающих за рубежом на 2014-2020 годы». Как говорится в сообщении, решение поможет увеличить трудовой потенциал Донского края. Расходы возьмет на себя бюджет региона. Также предполагаются субсидии из федеральной казны. Гречка, овощи и соевое мясо. Народный обед для беженцев из Украины готовят волонтеры из Донской столицы. Наш корреспондент Сергей Мирошниченко узнал, как ростовчане помогают не допустить продуктового кризиса. Такое я буду. Таким образом избавляются от вынужденного безделья. Заодно имеют возможность брать домой обеды и ужины для детей и родных. Это вкусно. Добавил какого-то маслица, я не знаю, я считаю это вполне нормально. И на много людей, одного пакетика хватает на много. Ингредиенты поставляет благотворительная организация «Банк продовольствия Русь», которая принимает пожертвования в виде продуктов или денег. Поэтому обед называется народным. 50% расфасованных народных обедов будет отвозиться еще и на склад МЧС, откуда будет происходить еще дополнительная раздача просителям, те, кто по линии МЧС, будут приходить и получать обеды. Расфасованную продукцию волонтеры развозят по лагерям временного пребывания и не только. Ипархиальный отдел церковной благотворительности и социальному служению ведет учет беженцев, которые обосновались в Ростовской области самостоятельно. Они тоже могут регулярно получать народные обеды. Сергей Мирошниченко, Дмитрий Андреянов. Главные новости. А в это время наблюдатели УБСЕ подводят первые итоги пребывания в Ростовской области. И подробнее об этом мы поговорим с гостем программы. У нас в студии сегодня политтехнолог Сергей Смирнов. Сергей Олегович, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Что было нельзя не ехать. Слишком актуальный был вопрос, слишком назревший, поэтому надо было что-то отвечать. Нельзя было критиковать эту ситуацию или не замечать ее из Брюсселя. Надо было попробовать ее посмотреть и, может быть, не заметить прямо здесь. Более того, если вы вспомните, у нас приезжали из Евросоюза еврокомиссары, у нас приезжали комиссары ООН. Все отделывались мягкими заявлениями, что они обеспокоены. При этом никто никаких решительных действий по прекращению военного конфликта или, например, по помощи России в оказании гуманитарной помощи не оказывал, не оказывал и, скорее всего, не будет. Вот в этой связи мой знакомый говорит, если бы, например, даже не 100 или 150 тысяч, а 15 тысяч беженцев оказалось бы, например, в Польше, в Чехословакии или, не дай бог, в Италии или в Бельгии, здесь был бы стон, так сказать, на весь мир. У нас беженцы, гуманитарная катастрофа, все давайте скидываться. И Россия тоже бы посылала самолеты МЧС. Только в нашей ситуации мы это делаем все сами. Теперь по поводу того, зачем они все-таки приехали и что они увидели. Не увидеть того, что есть, они не могли. Я неоднократно бывал и в стационарных лагерях беженцев, типа Пионера в Неклиновском районе, и в так называемых лагерях временного пребывания, или перевалочных лагерях, которые находятся непосредственно около границы, например, в Матвеево-Курганском районе. Это не туристы. Вот сколько бы ни говорили представители Госдепартамента, что это туристы, это беженцы. Это беженцы, которые приходят, вот, понимаете, есть такой момент, ты когда смотришь на что-то издалека, да, это просто беженцы, да, это как некий термин. Ты его понимаешь умом, но не сердцем. А когда приезжаешь туда, а я на прошлой неделе вывозил из одного из этих лагерей две группы по шесть человек, это родственники моего московского друга Дмитрия Куликова, который сам родом из Шахтерска, и он вывозил оттуда свою двородную сестру, бабушку, дедушку, их родных, их, там, получается, у него какие-то там двоюродные племянники. И вот к тебе подходят люди, у них на шесть человек чемодан на колесиках, три сумки и кулек с продуктами. И ты понимаешь, это все, что у них есть. Это не туристы, это люди, которые были вынуждены бросить все, что есть, дома, одежду, вещи, там, телевизоры. Они вот взяли только то, что поместилось в чемодан. Говорит, что это самое необходимое, да, это, так сказать, десятые доли того, что необходимо. И понимаешь, так сказать, другое, они поехали не потому, что здесь лучше, или потому, что там может быть плохо. Там настолько невыразимо, нестерпимо плохо, что люди бросают действительно все и уезжают. Многие уезжают в некое никуда. Хорошо, так сказать, у этих знакомых есть родственник в Москве, который сказал, я вас всех возьму, поселю, устрою. А те, у кого родственников нет, у кого нет знакомых, я представил, вот что должно было бы произойти в моем доме, в моем городе, чтобы я бросил все, взял своих детей, чемодан, две сумки и уехал, так сказать, в ту же самую Украину. Поэтому, конечно-то, никакие не туристы. Это было настолько очевидно, что не признать было невозможно. Другое дело, что, скорее всего, опять отделаются неким выражением озабоченности, обеспокоенности. Формулировка будет такая, очень обтекаемая, мягко говоря. То же самое, так сказать, по поводу украинских военнослужащих, по поводу которых тоже в интернете, в украинских СМИ есть куча досущих домыслов о том, что на самом деле их держат в плену, чуть ли не за колючей проволокой, а они героически рвутся обратно. Военных не видел. Чего не видел, того не видел, так сказать. Видели знакомые журналисты? Говорят, молодые ребята, которые просто не хотят умирать. Поэтому рваться снова в Донбасс, так сказать, и умирать за то, что им не близко и непонятно, там ведь не защита Родины, там, так сказать, не угроза твоим родным и близким. Поэтому вот это все хорошо, что европейцы это все увидели. Вопрос только в другом, что будет дальше, что они с этим будут делать, с этим знанием. Она останется знанием внутри ОБСЕ, или они, вернувшись в Брюссель, будут каждый день по три раза на день, так сказать, выступать на радио, на телевидении, давать интервью с журналистами, бить в колокола. Хотелось бы, но, скорее всего, не будет. То есть вы склоняетесь больше к первому варианту? Я рациональный оптимист. Я верю в хорошее, но плохо верю в чудо. Вот то, что ОБСЕ предпримет решительные какие-то действенные шаги по ликвидации вот этой гуманитарной катастрофы, давайте говорить, что у любой другой страны это была бы гуманитарная катастрофа. И у нас, так сказать, нет этой катастрофы не потому, что у нас мало беженцев, потому что мы много для них делаем. И на федеральном уровне, и на региональном, и на местном. Я знаю, что еще в мае практически все резервы финансовые, материальные резервы по размещению в гостиницах, в домах отдыха, в общежитиях, это все было уже задействовано. И сейчас, так сказать, помогают и просто люди, и благотворительные фонды, и общественные организации, и партии. На самом деле сейчас очень легко посмотреть, кто только говорит, а кто еще и делает. И вот эти общие усилия, они позволяют нам, в общем-то, избежать вот этой гуманитарной катастрофы. Или держать ее, так сказать, знаете, в рамках проблемы, но не катастрофы. Если говорить о состоянии жителей Ростовской области, как вы считаете, не грозит ли приезд такого количества беженцев, прибытия их сюда в регион, ростом социального напряжения, и какова может быть реакция местного населения в дальнейшем, спустя еще какое-то время? Давайте я вам задам встречный вопрос. Вы испытываете социальное напряжение от того, что в Ростовской области сотни тысяч беженцев? Вот лично вы? Лично я не испытываю. Потому что я тоже неоднократно бывала в этих лагерях, общалась с людьми, и знаю, что это такое. Кто-нибудь из ваших друзей и знакомых, которые не связаны с телевидением или средствами массовой информации, я разговариваю регулярно на эту тему, не специально, просто разговор заходит со своими знакомыми, со своими соседями. Это не та тема, которая будоражит людей. Хотя слухи есть, я согласен с вами. Да, разговоры такие я тоже слышала, скажем так, от знакомых. Не от друзей, от знакомых, разговоры такие есть. Почему, так сказать, эти слухи происходят тогда, когда информация есть, но ее мало. Вот когда, так сказать, вообще нет информации, то нет основы для слуха. Когда она полная, опять-таки нет повода для слуха, потому что, ну вот она информация, мы все понимаем, что на самом деле происходит. Когда мы знаем чуть-чуть, ну например, многие знают, что Южный Федеральный Университет принимает определенное количество абитуриентов с Донбасской и Лунганской областей для учебы на бюджетной основе, вне конкурса. И сразу возникает такой слух опасения, как же так, как же наши мальчики, девочки, да, они тогда останутся без бюджетных мест, нам придется платить. На самом деле это часть информации, да, ведь? Мы действительно знаем, Южный Федеральный Университет принимает абитуриентов. Более того, так сказать, там тоже были маленькие недочеты, потому что, или знаете, как немножко недодел, непродуманно, так сказать, законодательство. Маленькая такая дырочка, но очень болезненная. Например, абитуриентов бесплатно селят, но бесплатно кормить-то бюджетный кодекс не позволяет. Не позволяет, да. Поэтому, так сказать, тех же самых абитуриентов кормили преподаватели, студсовет, студенты. Ко мне обратилась моя бывшая однокурсница по Мехмату, и мы с ребятами ПО Ассоциации Корейцев Ростовской области и клуба 4 ноября возили туда продукты. Но мы не знаем другого, или я знаю, так сказать, не знаю другого, что всего таких принято 250 человек, вроде бы много, да, аж целых 250. Но никто не знает, что на бюджетной основе в Ростовском университете учатся 5000 человек. То есть в процентном отношении это несколько процентов. Вот, чтобы бороться с этими слухами, надо просто говорить больше, да. Кому надо говорить? Журналистам? Нет, вы имеете в виду, так сказать, кто должен говорить? Да, кто должен, может быть, выполнять действительно эту роль? Все, так сказать, и чиновники, и руководители предприятий, вузов, и общественных организаций, и вы, и я. А что мы сейчас делаем? Мы сейчас говорим, да, мы пытаемся сейчас все-таки даже не столько расставить точки над «и», сколько, так сказать, убрать некий такой туман неизвестности или недосказанности. Конечно, это надо делать. Спасибо вам огромное, Сергей Легович, за то, что вы нашли время, пришли к нам, и за это беседу. Да, всего доброго, до свидания. Продолжаем выпуск. В Ростове открылся МФЦ для предпринимателей на базе Центра развития бизнеса Сбербанка. В режиме одного окна посетители оформляют нужные документы за несколько минут. Со следующего года многофункциональные центры начнут предоставлять услуги налоговой службы, а в перспективе будут помогать получать документы для сельхозтоваропроизводителей. Екатерина Лободина расскажет подробнее. Теперь ростовским предпринимателям для получения госуслуг не надо стоять в одной очереди с горожанами. Новое отделение многофункционального центра для бизнесменов экономит драгоценное время. В режиме одного окна за несколько минут они оформляют нужные документы в сфере архитектуры, градостроительства, имущественно-земельных и гражданско-правовых отношений. Это экономия времени. На самом деле, попадая в инвестиции, надо приезжать рано утром и становится ждать буквально, целый день пропадает. Здесь же буквально в течение пяти минуты оформляю все документы и продолжаю заниматься своими делами. Экономия времени, экономия всего. Сейчас в Ростовскую область входит тройку лидеров по качеству предоставления и распространению госуслуг. Только за полгода сотрудники МФЦ предоставили около миллиона необходимых документов. Предоставление услуг рядовым гражданам и не было оно связано с бизнесом. Но когда предприниматели увидели, насколько эффективно работает эта система в отношении граждан, появились предложения. Это были предложения бизнеса, которые были адресованы губернатору. Со следующего года на базе МФЦ начнут предоставлять услуги налоговой службы. Регистрация юридических лиц, получение информации о задолженностях и предоставление всех справок из ведомства для ведения бизнеса. Подумали и о сельхозтоваропроизводителях. Поддержат несколько отраслей – птицеводство, растеневодство и молочное производство. Любой предприниматель сможет получить госуслуги, не выезжая за пределы своего райцентра. Мы выполняем те же функции, что и специалист на приеме в той организации и услугу, сферу которой мы предоставляем. Для предпринимателей я считаю, что будет в первую очередь интересна регистрация права собственности, кадастровый учет, предоставление в собственность субъектам малого и среднего предпринимательства. В конце этого года на военведе в пилотном режиме на базе обычного отделения Сбербанка заработает многофункциональный центр для горожан. Позже этот опыт распространится на тех территориях области, где нет шаговой доступности к МФЦ. Екатерина Лободина, Юрий Бабенко, Главные новости. За разжигание костров на дачах, огородах и участках, приближенных к лесным массивам, дончане заплатят крупный штраф. Больше всего возгорания в текущем году произошло на территории Красносулинского района. Неблагоприятная ситуация по площади сложилась на территории Куйбышевского. В рейд по южной столице отправилась и наш корреспондент Валентина Назаренко. Сотрудники МЧС, Управление благоустройства и сельского хозяйства города, подразделения пожарной охраны выехали в Кумжинскую рощу по горящему следу. За прошедшие сутки на территории Донского региона произошло 49 похожих возгораний, чаще всего по вине безлаберных отдыхающих. Площадь возгорания около двух метров. Горит сухая растительность. Спасатели справятся с подобным пожаром в течение нескольких минут. Лесники сетуют. Неубранный мусор, пакеты, битые стекла и непотушенные сигареты не только вредят экологии. Они зачастую становятся причиной пожаров, особенно в такую жаркую погоду. Поэтому летом рейды со спасателями проводятся каждый день. На территорию городских лесов патрулируют 17 человек лесников. Созданы противопожарные и минерализованные лесные полосы по периметру леса и в местах особо подверженных угрозе распространения лесных пожаров. Гридирование проведено дорог для приезда пожарной техники. Разрублены противопожарные технологические коридоры. Установлены аншлаги и соблюдаются все меры противопожарной безопасности в лесах. Сотрудники МЧС приводят печальную статистику. В текущем году площадь загораний сухой растительности по сравнению с аналогичным периодом 2013 возросла более чем в два раза. Не все понимают, что несоблюдение правил пожарной безопасности – административное правонарушение. Граждане у нас подвергаются административной ответственности от 1000 до 1500. Должны лица от 20 тысяч особого противопожарного режима, а юридические лица от 200 тысяч. С начала года зарегистрировано более 2700 загораний. Только за прошедшие сутки возбуждено два административных дела. На территории 32 донских муниципалитетов действует особый противопожарный режим. Леса, огороды, дачные участки этих городов и районов под особым контролем местных властей. Валентина Назаренко, Андрей Коробко. Главное новости. Зарядка со стражем порядка. Донские полицейские присоединились к всероссийской акции в честь Дня физкультурника. В детских оздоровительных лагерях Азова, Таганрога, Волгодонска и Ростова стражи порядка провели утренние зарядки и мастер-классы. Вардан Сюниджанс расскажет подробнее. Лагерь «Локомотив» – доброе утро! Доброе утро! Как ваше настроение? Отлично! С таким настроением ребята начинают новый день. Своих гостей они встречают танцем. Сегодня гости необычные. Вместо вожатых разминку проводят полицейские. Правоохранительные органы проводят данную акцию с целью привлечения внимания всего общества к здоровому образу жизни и пропаганде органов внутренних дел и привлечения на службу в органы внутренних дел новых, скажем так, сотрудников. Больше всего ребята ждали соревнований по пляжному футболу. Ведь вместе с ними в команде играли мировые чемпионы по мини-футболу среди полицейских. Спорт – это здоровье, самое главное. Если будет здоровье, значит, как бы, это здоровая нация, здоровый образ жизни. Все это в работе помогает и в жизни. На победу мотивировал и кубок, выигранный полицейскими в Италии. Ребята рвались в бой, игра получилась жаркой. Победители соревнований получили кубок и медали. Главным призом стал мяч с автографами сборной Донского управления МВД. Те, для кого все это затевалось, похоже, остались довольны. Оценю, противники были хорошие, достойные соперники. Но все равно они достаточно хороши, как мы. Я видела нечто хорошее. Мне понравилось, как одна команда сначала как бы расслабилась, а потом под конец как дала другим игрокам. Так, и они выиграли. По словам донских полицейских, акция «Зарядка со стражем порядка» станет традиционной, а ее программа более насыщенной. Вартан Суниджанс, Юрий Санкин. Главная новость. Юбилейный 75-й день физкультурника отметили в Донской спортивной столице, городе Шахты. Впервые мероприятие провели не в Ростове. Выбор места не случайен. Город занесет в Книгу рекордов Гиннесса по количеству чемпионов на душу населения. В Олимпийской областной корзине 113 медалей, 10 из них – шахтинские. Он вошел уже в летопись страны. И для нас это более важно. Почему? Потому что к спорту здесь отношение всегда было не только трепетное, а очень внимательное и основательное. Оно и было, и есть, и, я уверен, будет. Началась церемония с поздравления жен легендарного спортсмена Василия Алексеева и министра спорта Бориса Кабаргина. За высокую профессиональную подготовку спортсменов дипломы получили 10 специалистов. Среди них и Николай Татаринов. Он переехал в Ростовскую область по приглашению олимпийско-чемпиона Светланы Бойко меньше года назад и уже успел подготовить области первого на Дону-шпажиста. Иван Лимарев представит Россию на вторых юношеских олимпийских играх. Соревнования стартуют в Пекине 16 августа. Думаю, что фехтование у нас дальше будет процветать. У нас на юге нет сабли. Надеемся, что нам Украина поможет. Сейчас появились тренеры, желающие переехать. Но надеемся, что кто-то к нам переедет. За активную общественную деятельность, подготовку резерва и преданность спортивным традициям награды получили руководители спортивных федераций, детско-юношеских школ, журналисты и общественные деятели. Профессиональный праздник отмечают во всех городах области. В программе соревнования, мастер-классы в Новочеркасске в этот день откроют новую спортплощадку. До конца года в регионе должны появиться 30 площадок, три спортивных зала и шесть бассейнов. И с другими новостями спорта вас познакомит мой коллега Лев Клинов. Лев, здравствуй. Здравствуй, Анечка. Рад приветствовать наших уважаемых зрителей и поздравить всех тех людей, которые имеют отношение к Дню физкультурника, к физической культуре, к спорту и вообще к здоровому образу жизни. Так держать, продолжать себя в том же духе. Но у нас сегодня на повестке дня, конечно, две самые любимые игры миллионов жителей и Ростовской области, и, конечно же, всей России. Это хоккей и футбол. И прямо сейчас начнем. Чемпионат Российской хоккейной лиги не за горами. Второй год подряд Донской регион в турнире будет представлять хоккейный клуб Ростов. Как готовятся к предстоящему сезону подопечные Григория Пантелеева, выяснял наш корреспондент Роман Саганов. Хоккеисты оттачивают свое мастерство не только на льду. Первым этапом подготовки к предстоящему сезону у подопечных Григория Пантелеева были нагрузки на земле. На лед команда вышла лишь в начале августа. В прошлом сезоне дебютант РХЛ наделал много шума. С Донским клубом стали считаться старожилы лиги. В нынешнем межсезонье состав Кондоров претерпел изменения. Скажем так, на данный момент у нас 20, включая в артаре, 26 игроков. То есть, ну, игроков, наверное, 7-8 мы сейчас держим на просмотре, скажем так, которых будем смотреть, проверять. То есть основной состав Костяк у нас остался еще с прошлого сезона. Мы оставили 11 человек с прошлого сезона ребят. Но остальных ребят будем просматривать. Среди потерь можно выделить бывшего капитана Ростова Алексея Аверьянова. Форвард решил продолжить карьеру в другом клубе. По обоюдному согласию расторгнут контракт с вратарем Сергеем Щукиным. Ему на замену приглашен не менее опытный галкипер Михаил Михайлов. Воспитанник пермского хоккея прошлый сезон провел в клубе «Прогресс» из Глазова. Ну, Ростов сейчас развивается в плане хоккея, спорта. Мне нравится здесь подход к людям, к хоккеистам, спортсменам. Да и город классный. Из старичков хочется выделить Игоря Чуканова. Защитник в прошлом сезоне прочно цементировал оборону ростовского клуба. Этим летом имел ряд предложений, но решил остаться в донской столице. Это жизнь хоккейная такая. Кто-то не устроил руководство после прошлого года. Кто-то не договорился или начал искать что-то лучшее. Приехали новые ребята, с кем-то пересекались. Были раньше соперниками. Сейчас будем партнерами. Будем нарабатывать. И все, я думаю, должно быть нормально. Да, команда стала поопытнее. Но я думаю, за счет этого опыта у нас все должно получиться в этом году. Ростовчане в августе провели две контрольные встречи. В Краснодаре подопечный Григорий Пантелеева поделили очки с клубом МХЛ «Беркут» и «Кубани». В первом матче сильнее оказались хозяева 4-2. В ответной встрече «Кондоры» взяли убедительный реванш 2-0. В предстоящем сезоне российской хоккейной лиги очередное новшество. В лиге объединили два дивизиона – Запад и Восток. География соревнований расширилась. Теперь ростовчанам предстоят длительные перелеты в Сибирь. На предстоящий сезон планы у клуба грандиозные. Руководство ставит перед хоккеистами высокие задачи. Ростовчанам придется нелегко. Если в прошлом году соперники настраивались как на дебютанта, так в этом ужет как на опытного и матерого соперника. Всегда хочется выиграть. Это касается и руководства нашего, и тренерского состава. Проигрывать никто не любит. Всегда хочется достичь наибольших успехов. Но не всегда это может получиться. К этому всегда надо стремиться и бороться за это. Я считаю так. Это надо вливать в игроков. И будем смотреть. Чемпионат хоккейный клуб Ростов откроет на родном льду. 13 и 14 сентября подопечных Григория Пантелеева проэкзаменует действующий чемпион РХЛ Смоленский Славутич. Порадовали своих поклонников дублеры футбольного клуба Ростов подопечные Григория Гамулы. Во втором туре молодежного первенства России на выезде одолели Краснодарскую Кубань. Все подробности у нашего корреспондента Владимира Савеленко. С первых минут матча обе команды рвутся в бой, не жалея себя. 11-я минута. Немания Николич ведет борьбу в штрафной соперника. Но защитник краснодарцев нарушает правила. Главный арбитр встречи не раздумывая указывает на точку. Пострадавший сам реализовывает пенальти 1-0. После забитого мяча ростовчане прибавляют в игре. Раз за разом опасно тревожа оборону Кубани. В концовке стартового отрезка встречи хозяева понемногу выравнивают игру. Во втором тайме неугомонный Николич оформляет дубль. После подачи углового ростовский форвард выше всех выпрыгивает и головой вонзает мяч в сетку 2-0. До финального свистка гости имеют еще ряд моментов для взятия ворот соперника. Но цифры на табло не меняются. 2-0. Уверенная победа ростовской молодежи. Ребята вышли после тяжелой дороги. Жара. 5 часов было очень жарко. Поле было ужасного качества. Сухое, выгоревшее. Но наши ребятки вышли и сыграли очень здорово. Собрано, организовано. Показали очень хорошую содержательную игру. Что в обороне, что в атаке. Имели много моментов. Забили по голу в каждом тайме. Я думаю, победили без никаких там «но». По делу даже и тренер гостей это признал. Так что играли очень здорово. Следующий тур ростовчане проведут 13 августа в Москве против сверстников из «Локомотива». Кстати, в эти минуты основная команда футбольного клуба «Ростов» проводит свою встречу также в Краснодаре. В 20-30 матч начнется против местной «Кубани». Будем надеяться, что игра завершится с победным счетом в пользу, конечно же, желто-синих футболистов. И они реабилитируются за поражение в первом туре против московского «Динамо». Ну, а на сегодня все. Хотя еще одна у нас есть новость. Не знаю, приятная она или не очень. Определился соперник в четвертом квалификационном раунде Лиги Европы. Как мы знаем, желто-синие выиграв в Кубак России весной этого года получили возможность представить нашу страну в Европе. Так вот, им стал турецкий трапзон-спор. Насколько я знаю, Анечка, ты уже владеешь некой информацией о игроках этого клуба. Да, Лев, я рассказывала нашим зрителям в 6 часов о предстоящем туре. И, насколько я помню, имена футболистов Жозе Базингова и Флоран Малуда. Да, они буквально до трапзона выступали за Челси. И у того же Малуды в активе около 40 мячей именно за английский клуб. Поэтому он представляет, да и в принципе он представляет такую серьезную силу. И будем надеяться, что сильного вреда нашему клубу не нанесет. Ну, а как сказал тот же Гамула и другие эксперты в футбольном мире, у Ростова есть все шансы. И будем надеяться, что они смогут их реализовать уже 21 августа в Трапзоне, где состоится первая игра серии. Будем надеяться и ждать у тебя хороших вестей после 21 августа в нашей студии. Спасибо большое. Спасибо. У нас на этом все, но не переключайтесь. Впереди вас ждут прогноз погоды и новости донской экономики. Хороших выходных. И не пропустите главное в понедельник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова